Еще раз, через два. На своих занятиях Валериан Феоктистов оттачивает технику спортсменов и готовит их к всероссийским соревнованиям. Такой пример знаменитый алтайский тренер подчеркнул от отца. Именно Владимир Феоктистов 60 лет назад основал школу фехтования на Алтае. Спорт – семейная традиция. Дома все в фехтовании, все папины друзья, он меня с собой брал регулярно маленького на сборы, я этим все пропитывался, и когда дошел до определенного возраста, я, конечно, захотел этим заниматься. Для меня было тяжело, у папы были очень много высококачественных учеников, и мне было страшно, что я не оправдаю его надежды, что я не смогу добиться каких-то таких результатов, чтобы мой папа мой гордился. Результаты были. С первого раза выиграл первенство страны, дальше больше участия в европейских и мировых соревнованиях. Однако скоро пришлось закончить. Одна из причин – здоровье, как сказал Валериан Феоктистов нашему телеканалу в 2012 году. Ну, в какой-то степени грустно, но уже пора заканчивать. Здоровье уже пошаливает. Травмы все больше и больше дают о себе знать. Кстати, у фехтовальщиков какие травмы-то бывают? Уколы? Да, уколы. Ну, больше всего страдают коленные суставы, поясничный отдел позвоночного столба, потому что стойка однобокая, фиктует одна рука, и поэтому, конечно, позвоночник очень сильно страдает. Уже более 10 лет он живет достижениями учеников. Сейчас тренирует взрослый состав. Однако с некоторыми начинал с самой юности. Валерий Владимирович – это мой первый тренер. Мы с ним очень давно работаем, и он самый лучший. А почему он самый лучший? Ну, он всегда поддерживает, всегда поможет. И не только в фехтовании, но и в жизни. Кстати, я и сам занимался у Валериана Владимировича. За 5 лет я получил звание кандидата в мастера спорта. И хоть мною был выбран другой путь – журналистский. А руки-то помнят. Молодец! Спасибо! Кстати, обучает он довольно строго. Как сам признается, стиль преподавания у него своеобразный. И вот это самый, по моему мнению, авторитарный стиль преподавания, он дает вот именно такие плоды, что люди потом занимаются именно профессиональным спортом и индустрией. И там достигают высоких результатов. А если ты занимаешься, естественно, начальной подготовкой спортсменами, то кому как. Тут, конечно, надо быть и мамочкой, и папочкой, и нянечкой. И тут уже авторитарный стиль не работает. Все зависит от степени мастерства твоих спортсменов. Чем выше, тем жестче. Особенно высокие требования были к первой серьезной ученице – Анне Смирновой. В этом году она стала победительницей первенства страны. Весь изученный опыт Валериан Феоктистов вложил в Кирилла Шаповалова. Поэтому в 16 лет он получил звание мастера спорта. Сейчас на него делается большая ставка, ведь он вместе с Анной Смирновой вывел алтайское фехтование из 10-летней стагнации на топовые позиции, взяв не одно призовое место на всероссийских соревнованиях. Однако и ему было нелегко. Особенно на первенстве страны. У меня все начало не получаться с группы. Я проиграл два боя. Достаточно не очень хорошо отжеребился. И начал фехтовать очень, так сказать, неуверенно. Я свой первый же бой за вход в 32 начал проигрывать. Он, естественно, подошел, говорит, давай, включайся, собирайся. Перед тобой просто какой-то мальчик стоит, начинаешь фехтовать. Вот я его выиграл. Сейчас он занимает призовые места почти на всех соревнованиях, где участвует. На этот сезон цели Кирилла непросты. Попадание в основную всероссийскую сборную по юниорам. И если получится, выступление на первенстве мира. Однако за него переживать не стоит. Ведь его обучает Валерий Анфеоктистов. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова